Однажды в деревне Зелёный Луг животные восстали против власти людей. Животные на ферме устали от угнетения и плохого обращения со стороны людей. Их лидер Г.Н. Цыпленок поднял флаг восстания и собрал сельскохозяйственных животных. Они собирались тайно по ночам, скрываясь. Однажды вечером они тайно встретились на большой площади фермы. Мистер Цыпленок посоветовал другим животным объединиться, рассказав им о жестокости людей. Сначала у них был страх, но в сердцах животных росла солидарность и стремление к свободе. От мала до велика, от мохнатого до мохнатого все животные доверяли друг другу и решили бороться за свою свободу. По ночам они молча писали лозунги на стенах фермерского дома Другие животные также своими группами нападали на поля, сараи и другие постройки. Однако борьба за свободу обернулась тяжелой войной. Люди оказали ожесточенное сопротивление домашнему скоту, чтобы вернуть себе утраченную власть. Со временем конфликт на ферме стал более сложным. Среди животных происходили предательства, появлялась ревность и жадность. В это непростое время лидерство Гэна Цыпленка было непоколебимым. Он продолжал борьбу с людьми, но ему приходилось опасаться опасностей изнутри. Спустя долгое время животные на ферме обрели свободу. Однако им пришлось сообща сохранить обретенную свободу и установить справедливый порядок на ферме. Эта сказка была незабываемой историей о стремлении к солидарности, свободе и справедливости. Однажды в деревне Зеленый Лук животные восстали против власти людей. Животные на ферме устали от угнетения и плохого обращения со стороны людей. Их лидер Гэн Цыпленок поднял флаг восстания и собрал сельскохозяйственных животных. Они собирались тайно по ночам, скрываясь. Однажды вечером они тайно встретились на большой площади фермы. Мистер Цыпленок посоветовал другим животным объединиться, рассказав им о жестокости людей. Сначала у них был страх, но в сердцах животных росла солидарность и стремление к свободе. От мала до велика, от мохнатого до мохнатого все животные доверяли друг другу и решили бороться за свою свободу. По ночам они молча писали лозунги на стенах фермерского дома. Другие животные также своими группами нападали на поля, сараи и другие постройки. Однако борьба за свободу обернулась тяжелой войной. Люди оказали ожесточенное сопротивление домашнему скоту, чтобы вернуть себе утраченную власть. Со временем конфликт на ферме стал более сложным. Среди животных происходили предательства, появлялась ревность и жадность. В это непростое время лидерство Гена Цыпленка было непоколебимым. Он продолжал борьбу с людьми, но ему приходилось опасаться опасностей изнутри. Спустя долгое время животные на ферме обрели свободу. Однако им пришлось сообща сохранить обретенную свободу и установить справедливый порядок на ферме. Эта сказка была незабываемой историей о стремлении к солидарности, свободе и справедливости. Однажды в деревне Зеленый Лук животные восстали против власти людей. Животные на ферме устали от угнетения и плохого обращения со стороны людей. Их лидер Ген Цыпленок поднял флаг восстания и собрал сельскохозяйственных животных. Они собирались тайно по ночам, скрываясь. Однажды вечером они тайно встретились на большой площади фермы. Мистер Цыпленок посоветовал другим животным объединиться, рассказав им о жестокости людей. Сначала у них был страх, но в сердцах животных росла солидарность и стремление к свободе. От мала до велика, от мохнатого до мохнатого все животные доверяли друг другу и решили бороться за свою свободу. По ночам они молча писали лозунги на стенах фермерского дома. Другие животные также своими группами нападали на поля, сарай и другие постройки. Однако борьба за свободу обернулась тяжелой войной. Люди оказали ожесточенное сопротивление домашнему скоту, чтобы вернуть себе утраченную власть. Со временем конфликт на ферме стал более сложным. Среди животных происходили предательства, появлялась ревность и жадность. В это непростое время лидерство Гена Цыпленка было непоколебимым. Он продолжал борьбу с людьми, но ему приходилось опасаться опасностей изнутри. Спустя долгое время животные на ферме обрели свободу. Однако им пришлось сообща сохранить обретенную свободу и установить справедливый порядок на ферме. Эта сказка была незабываемой историей о стремлении к солидарности, свободе и справедливости. Однажды в деревне Зеленый Лук животные восстали против власти людей. Животные на ферме устали от угнетения и плохого обращения со стороны людей. Их лидер Ген Цыпленок поднял флаг восстания и собрал сельскохозяйственных животных. Они собирались тайно по ночам, скрываясь. Однажды вечером они тайно встретились на большой площади фермы. Мистер Цыпленок посоветовал другим животным объединиться, рассказав им о жестокости людей. Сначала у них был страх, но в сердцах животных росла солидарность и стремление к свободе. От мала до велика, от мохнатого до мохнатого все животные доверяли друг другу и решили бороться за свою свободу. По ночам они молча писали лозунги на стенах фермерского дома. Другие животные также своими группами нападали на поля, сараи и другие постройки. Однако борьба за свободу обернулась тяжелой войной. Люди оказали ожесточенное сопротивление домашнему скоту, чтобы вернуть себе утраченную власть. Со временем конфликт на ферме стал более сложным. Среди животных происходили предательства, появлялась ревность и жадность. В это непростое время лидерство Гена Цыпленка было непоколебимым. Он продолжал борьбу с людьми, но ему приходилось опасаться опасностей изнутри. Спустя долгое время животные на ферме обрели свободу. Однако им пришлось сообща сохранить обретенную свободу и установить справедливый порядок на ферме. Эта сказка была незабываемой историей о стремлении к солидарности, свободе и справедливости.